на улице 26 в квартире или в доме или как сказать в избе короче 24 слегка капал какой-то совсем совсем чуть-чуть малюсенький дождичек очень так парка такая баня конкретная на улице в общем тяжело куда-то там ходить вчера я никуда не ходила в итоге зато выдрала малину точнее в малине крапиву сначала думала чисто срезать а потом решила уже выдирать тупо с корнем потому что она внезапно стала с корнем и дираться и в общем на завтра у меня был творожок с малиной козей с молоком вон из той коробочки у меня кофе буси до кода еще вот я сварила на курице на том курином наборе который суповой был у меня оставался и тут как бы хватило может быть и на два раза как в тот раз но что-то я сделала такие очень нажористые щи правда без мяса мяса там практически не было чуть чуть пощипала отдала коту ход как-то не вдохновился но я вчера видела ежика маленького по цвету вот такой вот и по размеру как небольшая буханочка черного хлеба вот если и бывают такие вот это пол буханки классическая бывает таки маленькие буханочки черного хлеба иногда зернышками вот ежик и размером буханочку черного хлеба там не был помидорки и короче я думаю что он уже этот ежик наверное или он или его родитель кто-нибудь из них короче ежики сожрут эту курицу которая на улице лежит ибо кот не вдохновился вот у меня тут типа обед поздний может и не поздний два часа потому что хотела сходить сегодня утром или вчера я вообще в девять вырубилась в десять правда в итоге я встала через раз просыпалась интернет у меня нифига не ловил тут оставила его значит пока суп варила смотрю меня там новости в контакте загрузились короче говоря в общем больше ничего не загрузилась но тут момент не знаю как сейчас я решил пообедать и наверное сегодня уже никуда и так далеко не пойду скорее все завтра уже если даже будет жарко то намочу панамку по совету одного товарища еще год назад и попрос пешкодралом соседнюю деревню вот его я вчера видела я думаю там у нас курочка лежит когда я ходила тетя валя то здесь было два куска когда я пришла то уже одного куска не было а так как он раз выпендривался и жрать не стал то видимо кое-кто слопал ну понятно кто и я значит сижу дома что-то не помню дело смотрю кучу притащил опять значит вот притащил я смотрю это курица вторая значит это тушка которую не сожрали он видать не знает олива жадность обуял а то ли он жрать решил захотеть притащил домой учет его дома то ждешь я взяла ему туда вытащила и он половину этой тушки сожрал в итоге половину оставил насытился и так я уходила не знал где он дома было ли не дома дверь заперла на замок висячий ну и прихожу короче отбираю дверь а он оказывается дома был свет горит так интересно передают камера его сейчас мы с котом точнее он за мной пошел потом получилось что я вот немножко даже донесла до того до того конца далее налево пойдешь в тот конец попадешь скажем так и он там увидел собаку мне кажется даже не смотря на то что он кастрат я не знаю видел ли он когда-либо собаку в своей жизни в прошлом году под попадалось ему такое счастье или нет почему он спину выгнул собака на него гав-гав он выгнул спину весь такой вот потрошился курка дыбом и подгнал в крайний дом 7 кажется когда я вписываться ездила в голове но свой вот этот вот дом то ему номер 8 присобачили а тут но но к седьмому короче он дома проскакал вот я чуть-чуть подальше прошла он не знаю пока еще не добежал до дома хотя знаешь что он стал с той стороны передесь возвращаться не знает какого момента он доходил конечно но будем надеяться что у него все-таки нюх есть и он поймет где его родной дом и как туда вернуться плагашу дорога прямая ты уже передал он сожрет курочку а он оттуда удропалял тогда мы тут потом были там что-то шевелилась я подозреваю что был ёжик но так как мы любопытные то бишь кот я боялась что он слежиком столкнуться и быть авария мало ли что будет поэтому вытащила его изи ворота этого кота но после чего-то он как раз за мной пошел каждый метр-полтора по песочку катаясь восстанавливаясь и катаясь да я ходила все-таки пить вали но так как мы сидели в доме громыхала как бы предвестник такой грозы мы побоялись что пойдет дождик я уже когда здесь была так он мелкий накрапывал два раза такой мелкий накрапывал очень мелкий за день ну в общем я от него по ушла пораньше думаю если выходные никто из родственников не приедет или приедут но не с собакой муж кота в таком случае придется прятать но так как приедут на несколько часов в общем если никто не приедет или приедут без собаки так чтобы не пришлось учета караулить чё и как то я до нее скажу уже пораньше но подольше ну что даже как-то толком пообщаться не успели траву тоже собрать не успела но мне выгорели хороший большой большой новый контейнер всегда пригодится вот так второй день у меня проходит я крапиву вчера уделывала так конкретно с корнем прочел заговорила ранее но некоторые из них замаскировались а я их сегодня утром обнаружила ну в общем завтра придется или утром выдирать или вечером уже в штанышках опять в камуфляж в штанышках в резиновых тут у меня уже она такая накиданная утрамбованная это маленькая кстати самосевная он оттуда пошла и вот здесь тоже самосев когда-то был душ о чем я говорила наверно в каких-нибудь разных прежних видео деревенских такой вот сейчас тропинка появилась и другой стороны тоже можно подойти на есть не буду подходить что кстати ветерок такой по шуму будто дождь собирается или уже идет просто сейчас как бы не то чтобы там можно в принципе пройти не будучи в штанах но уже слегка чуть-чуть сумрачно он до меня это точнее за счет наверное этих облаков на самом деле они намного сильнее чем футик сейчас передает ну и в общем как-то можно окропивиться и так то какими-то слепнями обжираюся комарами то крапивусь нас соседи приехали в девятый дом там даже кто-то прописан как-то хозяин дома или он может не сам не совсем хозяину короче говоря он как бы муж женщины которая общалась моей бабуси все время по моему и назвать его евгений короче говоря у них там еще родители есть и в общем когда я вписывалась свой вот этот дом то в голове но меня спрашивали точно ли вот этот дом на карте потому что вот рядом какой-то евгений хотя у нас документы на меня и ну не документы и право на дом на меня и на мою тетю и как бы она мужчина евгением быть не может а крайний дом вообще мои наши родственники но внезапно в голове не не знали наших родственников чем на карте дом которого уже давно нету позначен а допустим дом который за дядь толей принадлежащий полянскому даже родственников наверно его уже нет в общем ветерана войны 45 года вот как раз и который до сих пор еще дом хотя в нем принципе уже так конкретно то не поживешь всем он не указан на картине как что странно